всем привет вы на канале Алиса и сегодня я решила распаковать с вами изготовить волшебный снег при опыте со льдом ну хватит болтать давайте начнем поехали вот так выглядит сам набор такой вот он большой и тут мы будем делать волшебный снег и проводить разные опыты со льдом распаковываем есть мы оторвали пленочку и открываем теперь саму коробку ура вау так тут у нас волшебный снег и 20 эксперимента льдом инструкция вот и еще у нас тут такой вот медный стаканчик дальше это наверно сам снег маленькие пластмассовые стаканчики акварель не знаю какие-то пластиковые мерная ложечка это лопаточка или ложечка и какая-то трубочка больше ничего нет давайте берем коробку тут что такое высокий снег там был знаете тут интересные факты снеги вот что такое волшебный снег вот как делать волшебный снег для опыта вам понадобится один пакетик или просто пакетик с волшебным снегом пластиковый бокал мерный стаканчик насыпьте содержимое так сейчас начнем делать первое что было написано сделать по инструкции это налить мерный стаканчик 100 миллилитров воды и насыпать один пакетик искусственного снега мы уже его насыпали посмотрите что получается оно все вспенилось да оно очень сильно увеличилось давайте теперь помешаем ого посмотрите оно стало очень похоже на снег класс он такой рыхлый очень прикольно для следующего эксперимента нам понадобится сода уксус вот такая мисочка и ложка первым что мы должны сделать это добавить сегодня положить в эту миску волшебный снег мне кажется там его еще много там не написано весь весь мне кажется весь пока я пересыпала немного запачкала весь свой стол этим снегом ну ладно так теперь нужно посыпать наш снег содой две или три чайные ложки соды берем одну ложку и вторую ложку мне кажется этого будет достаточно вполне так и вторая ложечка так дальше давайте помешаем что нужно добавить уксуса сейчас мы добавим смотрите вы это видели такое зрелище я взяла весь снег и посмотрите это такой это так приятно я ему помешала вот это вот мне так понравилось интересно второй раз получится он уже не будет так сильно шипеть а нет он все еще шипит и очень кропко а при этом когда его мешаешь и он шипит он хрустит как настоящий снежок этот эксперимент очень понравился он очень классный так что все было круто я еще немножко добавлю вот видите это просто очень приятно для следующего для следующего эксперимента нам понадобится мерная ложечка такая мисочка 100 грамм снега и соль давайте я вам расскажу что мы вообще будем делать что произойдет с волшебным снегом если его посыпать солью проведите эксперимент первый шаг положите 100 грамм волшебного снега в небольшую мисочку то есть в эту мисочку у меня 100 грамм насыпаем а быстрее нам это все утрамбуем вот дальше посыпьте волшебный снег солью нам понадобится 3-5 чайных ложек так так 3-5 положили что произошло волшебный снег растаял так давайте его помешаем помешаем этой ложечкой да он начал таять круто волшебный снег растаял на самом деле конечно нет соль стопила в реакцию с полимером и лишила его свойства впитывать жидкость он реально тает мне пока что эти опыты очень нравятся очень интересные классные очень интересные делать вот что у нас получилось он тает потихоньку помните была полная сейчас где-то половина его растаяло и он будет таять дальше пока он тает давайте проведем следующий эксперимент для следующего эксперимента нам понадобится трубочка которая была в наборе и пластилин открываем трубочку и пластилин я пожалуй возьму немного красного написано что нужно залепить пластилином один кусочек трубочки и на 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 и на и на Я залила трубочку наполовину водой, и теперь буду залеплять второй конец трубочки пластилином. Ура! Всё, я всё залепила. Дальше мы маркером должны отметить, где находится сама вода. То есть сделать отметку в месте, где находится уровень воды. Так, смотрим. Уровень воды. Да, так не сильно видно. Сейчас я возьму другой маркер. Всё-таки я решила пользоваться не маркером, а отметила уровень воды ручкой. Так, смотрим, что нужно делать дальше. Дальше нужно поместить трубочку в морозильную камеру в холодильник. Важно, чтобы трубочка стояла вертикально. Дождитесь, пока вода в трубочке полностью замёрзнет. Так, давайте поставим нашу трубочку в холодильник. Теперь нам нужно ждать, пока вода застынет. Достаем нашу трубочку. Да, в ней уже лёд. И идём смотреть. В инструкции написано то, что вода в замороженном виде увеличилась в объёме. Теперь лёд намного выше уровня, где была вода. Если оставить трубочку в тепле, то лёд опять превратится в воду. И вода в трубочке вновь вернётся на уровень отметки. Вот. Давайте теперь смотреть, вот где была наша отметочка. Её может снова отмечу, но я вижу, где она была. Вот. Наверное, видите? Но, смотрите, как сильно увеличилась. Сейчас я отмечу ещё раз и покажу, где была отметка. Вот тут была отметка. И посмотрите, насколько увеличилась. Вот. Будет похрустел. Вот. Лёд сломала. Теперь можете увидеться, что там был лёд. Фокус очень прикольный. Ну, не фокус, а эксперимент. Давайте переступать к следующему эксперименту. Следующий опыт называется, что замёрзнет быстрее. И для него нам понадобится три вот таких вот маленьких пластиковых стаканчиков. Разные жидкости замораживаются совсем по-разному. И не всегда в результате получается лёд. Давайте проверим. Первое. Налейте в три стаканчика три разных жидкостей. Воду, растительное масло и молоко. Поставьте стаканчики в морозильную камеру холодильника и проверяйте, что будет происходить с жидкостью через 30-60-120 минут. Я уже на кухне и я всё подготовила. Тут у меня стаканчики. Молоко есть, растительное масло есть и вода тоже есть. Давайте теперь это всё разольём по стаканчикам. Всё, все три жидкости у меня налиты. Молоко, масло и вода. Сейчас я поставлю их в морозильную камеру и посмотрим, что же быстрее заморозится. Я пришла проверять, застыло ли всё. Застаём. Вроде вода застыла. Молоко вроде тоже. И масло. Вода у нас застыла первая. Потом у нас застыло молоко. А масло вообще не застыло. Оно только помутнело и немного сгустилось. Теперь смотрим, нормально ли это. Там написано, что замерзла первая, конечно же, вода. А что произошло с растительным маслом? Оно так и осталось жидким, но только помутнело. Молоко замерзло, как и вода, да. Только у меня немного оно загустилось. Наверное, такое масло. Вот. Но да, сильно помутнело. У меня немного загустилось. Вода тоже. И молоко тоже. Это был последний эксперимент на сегодня. Ещё будет две части, потому что экспериментов там ещё очень много. Всем пока. Спасибо за просмотр этого видео. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Увидимся во второй части. Пока-пока.